что мне делать если я говорю отводку записываем и все какой хрен ли со мной просто говорить мне 45 лет такой итак друзья всем привет меня зовут алексей веляев я главный редактор главный редактор паблика божефликс вконтакте сайта божефликс.ру сайта божефликс.ру и прочее и прочее как было принято во времена моей молодости в 17 веке мне было скучно и я решил себя соорудить сми чтобы жизнь не от мне казался к нам приходят стали какие-то вопросы накапливаются там в админку мне в личку либо где-то там в раздевалках где-то в разминочных зонах на соревнованиях я их немножко подкопил и решил дать ответ на все эти вопросы какие-то инсайды какие-то вопросы из той самой приватной части моей жизни с которой мало кто знаком и сразу на них отвечу частый вопрос почему беляев не выступает на соревнованиях и да да бывает такой вопрос выступал ли когда-то да выступал сожалению после пурпура я не участвовал ни в одном компетишене в качестве спортсмена участвовал то я кстати во многих компетишенах проводимых на территории россии но и москвы в частности но к сожалению не уступал да почему к сожалению потому что мне действительно нравилось выступать в свое время на соревнованиях я ходил на них как на работу порой было допустим несколько разных турниров по разным правилам и от разных организаций в течение там одного уикенда я умудрялся выступать на всех из них на двух там бывало и на трех любил выезжать будучи белым и синим поясом в другие города где-то по выступать на каких-то там турнирах как мы тогда назывались учили турниры бензоголомки сырами сейчас не могу себе позволить закончился вот этот вот период когда я мог позволить себе рисковать своим здоровьем до серьезные проблемы с позвоночником некоторые серьезные проблемы с суставами которые мы никак не можем решить вот эти вот постоянно не имеющие ноги отказывающие не позволяет мне рискнуть такие и рубануться на соревах на всю мощь роллинг в зале я себе позволяю роллинг возможно там на днях борьбы когда я не снимаю но к сожалению не могу себе позволить нормального полноценного вступления на соревнованиях ибо на соревах нельзя отбороться так а но прям с ним если возьмут за мою больную конечность или вдруг у меня загорятся ноги или откажут там я могу просто тапнуть сказать ладно спасибо человек ты выиграл я дальше не могу продолжать воединок на соревах я так сделать не могу но и к сожалению не могу себе позволить выступить хотя очень люблю и более того настоятельно рекомендую всем своим ученикам которые у меня занимаются примерно такой ответ еще один вопрос который частенько задают задаю чаще всего в админку это не вопрос мне лично но почему-то интересует людей мое мнение возможно как известного теоретика вопросе джиу-джитса нормально ли заниматься джиу-джитсу и не выступать мне крайне симпатично фраза которые частенько цитируем услышанной одной однажды от погодины на одном из турниров и гипе по моему джи уюта спорт в котором соревнуются и да я считаю что соревноваться нужно соревноваться здорово соревноваться нужно пока ты можешь себе этого подсвета позволить пока тебя позволяет здоровье пока тебе позволяет там время деньги ну там много факторов скорее всего чаще всего это здоровье действительно нужно не стоит упускать этот момент потому что вдруг когда нибудь Наступит момент, когда тебе соревноваться хочется, а уже не может все, ну, по физическому состоянию. Такое тоже бывает. И да, есть люди, которые никогда не выступают на соревнованиях. Я знаю несколько черных поясов, которые никогда не выступали на соревнованиях. Я говорю о российских черных поясах. При этом, ну, вряд ли можно сказать, что ФВ – это не настоящий черный пояс. Нет, это реально хорошие качественные черные пояса с серьезной глубиной понимания джиу-джитсу, как и его теории, так и его практики. И да, можно вполне не выступать. То есть, условно, мы тренируемся, мы тренируем свое искусство, но не пробуем его на… как оно будет работать в применении. Теористически такое возможно. Знаете, есть такое оружие сдерживания, например, виды вооружений, да, так вот. И, условно, страны, которые там копят оружие сдерживания, не значит, что они хотят его завтра применить. Да, ну и точно так же курсант, обучающийся в военном учебном заведении, вряд ли мечтает побыстрее попасть на войну для того, чтобы опробовать свои навыки. Скорее всего, нет. Но это человек, который всегда готов полученные знания и навыки использовать в профильной, назовем это так, своей ситуации. Поэтому, да, не выступать – это вполне нормально. Прогрессировать можно меньше, можно больше. Здесь, кстати, зависит от вашего таланта. Вы можете не выступать, ходить на дни борьбы, рубиться, что угодно делать. Да, не выступать на соревнованиях и при этом прогрессировать в джиу-джитсу. И да, можно получить черный пояс, не выступая на соревнованиях. Надеюсь, ответили на этот вопрос. Опять же, это мое мнение, но мне кажется, оно разумным. Так, а вы в розовой кофточке покиньте помещение. Встала и ушла отсюда. Встала и ушла. Еще иногда задают вопрос. Мешает ли борьбе употребление никотина и легкого алкоголя? Интимный, я бы сказал, вопрос. В большинстве случаев те БЖЖ-практики даже неплохие спортсмены. Ладно, неплохие, хорошие спортсмены, которые, нет-нет, балуют себя подобными развлечениями или, как сказать правильно, препаратами. Скрывают чаще всего свое употребление и все время где-то ныкаются, прячутся. Не снимай меня, у меня дети занимаются, мамы смотрят и так далее. Что я могу сказать? Да, мешает. Мне в моем текущем БЖЖ-ритме, несмотря на то, что у меня в день там бывают 2-3 тренировки, в моем текущем такой лайфстайл ритме, ну, если вы как бы готовитесь быть спортсменом, конечно, мешает. Вообще, в принципе, курение и употребление алкоголя мешает жить порой. Это отнимает кучу времени. В общем, там много всяких минусов по этому поводу. Но надо сказать, что когда я был белым поясом и выступал на соревнованиях практически каждую неделю на разных по грэплингу, по, я не знаю, какой-то вьетводдау, раздел борьба, мне не мешало. Я выходил покурить между схватками соревновательными, а однажды перед финалом я, в принципе, жахвал бутылку шампанского. Ну, просто так. По-моему, я тогда в первый в финал вышел. А, нет, это был третий раз, когда я вышел в финал. Ну, что-то я радовался, турнир был хороший. И да, мне это помешало, кстати. Вопрос, который тоже часто задают в админке. Нафига мы сделали сайт Бражескул онлайн, если есть раздел премиум ВКонтакте? Ответ прост. Бражескул онлайн – сайт, доступный всем, даже не пользователям ВКонтакте. Это раз. Второе. ВКонтакте мы можем себе позволить опубликовать те материалы, ну, я говорю сейчас про раздел премиум, которые не можем опубликовать на других ресурсах. Не можем опубликовать там на ютубе, мы не можем опубликовать на сайте Бражескул онлайн. Один момент. Следующий момент. Сайт Бражескул онлайн – это сайт, на котором собираются обучающие курсы исключительно на русском языке. Ну, в крайнем случае, на двух языках. Там, допустим, на английском и на русском. Это когда мы записываем живую версию семинара и дублируем, то есть переводим этот семинар, ну, непосредственно на месте последовательный перевод, прибегая к услугам переводчиков или сами. Это еще одно отличие. Бражескул онлайн – это ресурс, в котором собираются обучающие материалы, полноценные курсы, исключительно на русском языке. От разных инструкторов, от отечественных и иностранных, но исключительно на русском языке. Еще одно важное отличие. Ресурс Бражескул онлайн – это сайт, в каталоге которого собираются материалы практически исключительно нашего производства. Да, мы сами снимаем, мы сами монтируем, сами подготавливаем к релизу. За редким исключением, ну, у нас буквально 1, 2, 3, ну, да, наверное, 3-4 курса, которые были отсняты не нами, смонтированы не нами, и мы их получили для распространения, для продажи уже в готовом смонтированном виде. И частенько возникает вопрос, о, блин, там Беляев хочет нажиться на этом Бражескул онлайн. Ребята, курсы там стоят по 500 рублей. Какой нафиг нажиться? Мы больше платим за хостинг, за размещение вот этого всего объема материалов там в интернете. И да, это неплохой ресурс, в котором за свою работу инструктора получают какую-то денежку, какие-то дивиденды. Это не хулиарды, но это то, что постоянно капает тренеру на счет, там, в отчетный период. И я считаю, что раздавать чужую работу бесплатно было бы некорректно по отношению к автору, к тренеру, к инструктору. Вообще, в принципе, считаю, что надо привыкать чьей-то работой пользоваться за какую-то плату. Но тут же и второй нюанс. Плата на сайте бюджетского онлайн, тарифы, они чрезвычайно условны. То есть, ну, давайте мы округлим, возьмем тысячу рублей, из которых у нас 500 уходит на содержание, подготовку этого курса. 200 рублей получаем мы за хранение работы, обработку данных. И 300 рублей получает инструктор. Ну, согласитесь, это по-божески. Также, кстати, бывает вопрос, кто может попасть в каталог сайта бюджетского онлайн в качестве инструктора, и как это сделать. Ребята, самое главное, нужно хотеть и иметь тему. То есть, вы имеете тему, вам есть что рассказать и показать. Да, это может быть углубленная информация, углубленный урок по одной короткой теме, по одному аспекту. Ну, углубленный так, чтобы это был курс, в котором вы разбираете от и до все детали. Погружение, подводящие упражнения, там, дрилы. То есть, раскрываете тему полностью. Не просто накидываете набор обучающих техников, ну, смотри, как могу, смотри, как могу. А именно погрузить в течение определенного времени. Чаще всего это час-полтора общего итогового кранометража после монтажа. Кранометража после монтажа. Не надо монтажа. Детский рэпер. Вот. И желание, ну, и умение все рассказать. Вы можете пригласить нас для того, чтобы мы это все отсняли. А можете сделать это самостоятельно. Самостоятельно там, если вы находитесь, допустим, не в Москве, отснять курс, смонтировать, прислать нам его в готовом варианте, в хорошем качестве и на хороших условиях мы его разместим в нашей каталоге для распространения и продвижения вас как тренера. Вот так. Да, и если вдруг у вас есть желание выпустить свой курс, там даже есть возможность снять или не знаете, как правильно это сделать, вы можете написать нам. Мы расскажем, как, что, все подробные инструкции можем дать. Более того, отснятый материал, если у вас, допустим, не хватает фантазии, умения и навыков его правильно смонтировать, мы тоже готовы смонтировать. В общем, все эти условия, мы запросто говорим, e-mail mailsobako.online. Присылайте запас туда, мы быстренько объясним, что и как делать. Мы всегда рады новым курсам, новым инструкторам и новым темам в нашем каталоге. И им рад потребитель вот этого сайта, да, то есть подписчики этого сайта, люди зарегистрированные на этом сайте. Я считаю, что нашим российским инструкторам уже есть что показать, а наши российские потребители обучающего материала уже, ну, вполне достойны получать хороший продукт уже от отечественного производителя. Ну и, собственно, еще один вопрос, который сейчас часто задается и даже является предметом некоторых пересудов и сплетен в раздевалках и зонах татами, когда меня там нет. что-то там Беляев с ума сходит. Последнее время появляются такие посты, что нужен преемник Беляеву, нужны новые кадры и новая кровь в редакцию БЖ Фрикс. Да. Нужна новая кровь в редакции БЖ Фрикс. И нет, я не пишу эти сообщения в состоянии, не знаю, прихода в сумасшествие или алкогольного пения. На самом деле, время от времени поднимаю эту тему. Рано или поздно, ух ты, тут голоду гуляют. Рано или поздно нужен будет и новый редактор, но его нужно успеть подготовить. И рано или поздно из-за объема информации нам нужны новые, в смысле рано или поздно, всегда нужны новые люди, креативные, творческие и, главное, трудолюбивые. И да, это очень нелегко. Почему мы никак не соберем команду, не расширимся, это очень нелегко. Это нужно действительно работать, где-то не поспать ночью, потому что приходится там тырить какие-то события, которые проходят вечером на другом континенте, а значит, у нас под утро, то есть там с 3 до 6 утра, это значит не спать в это время. Нужно находить время для того, чтобы съездить что-то отснять, где-то быть, что-то читать, что-то видеть, что-то переводить, мониторить свежие релизы, выходящие на западных сайтах, следить за новостями и при этом обладать некоторыми навыками. Например, срезать два слова, два-три слова в предложении, уметь в случае чего что-то написать, то есть высказаться на какую-то тему, обладать какими-то элементарными навыками съемки и элементарными навыками монтажа. Да, никто из нас в команде не профессионал в монтаже и съемке, но мы всему этому учимся, мы не настоящее телевидение, но делаем мы все хорошо, как можем, на нашем офигенско-душевном уровне. Вот, собственно, мы и ищем таких людей, которые бы могли отдавать часть своей жизни на вот такую общественно полезную работу. И да, это нифига не работа, которая приносит деньги. То есть там всю вот эту мелочь, которую мы получаем с премиумов или с распространения курсов, мы точно так же тратим потом на курсы. Мы так же покупаем что-то, какие-то доступы, трансляции и прочее, прочее. Продлеваем трансляции, вернее, подписки на Флогреплинг, АТОСОН ДЕМАНД, как правильно? Хрен его знает. Арт оф джиу-джитс и прочее, прочее. И да, мы это покупаем. Мы это покупаем, нигде не воруем, да, мы покупаем и потом распространяем дальше, что называется, в народ. Да, есть один нюанс. Если говорить о видеокурсах, которые там с BG Fanatics или с Jiu-Jitsu X, мы их покупаем за чуть дешевле, чем они стоят официально в розницу на сайтах. Поскольку у нас там есть некоторые договоренности, мы берем оптом. Это позволяет нам, покупая продукт за 200 долларов, распространять его за 300 рублей. Все-таки вот эта идея делать джиу-джитсу максимально доступна, максимально насколько это возможно. Она сохраняется. Есть еще один вопрос, я сейчас уже без микрофона пишу. Что делать, если тебя забанили на BG Freaks? Да, на BG Freaks могут забанить. За все. Долго объяснять, за что. И не потому, что я старый самодур. Хотя я, да, я старый самодур. Могут забанить. Что делать, если тебя забанили? Ну, в первую очередь, вдохнуть, выдохнуть. Не пытаться искать виноватых. Выключить нахер агрессию, а то тебя забанят вообще везде. И можно написать в админку или кому-то из админов с раскаянием. Это не значит, простите меня, пожалуйста, больше так не буду. Нет, совсем не значит. Ну, что мол, да, сорян, понял, осознал. Можно перевести небольшой донат в группу. И группе полезно. И вы, как бы, понесли административное наказание. Это как забрать машину со штрафстоянки, да? Наказанием является не то, что у вас машину отобрали и увезли на эвакуаторе, а выплата госпошлины за вот эту вот оплошность. Собственно, все, друзья. У меня начинают мерзнуть ноги, а мне с моими больными ногами и с ухудшенным кровоснабжением ног совсем нельзя мерзнуть. Я пойду в тепло. С радостью отвечу на ваши вопросы, если они вдруг будут появляться в комментариях или можно приходить в админку. Спрашивайте. Порой меня накрывает, я готов отвечать. Может быть, даже в менее формальной обстановке. Возможно, когда-нибудь я накоплю более интимных вопросов. Интимных вопросов. Интим — это не всегда про секс, если что. В хрен ли со мной про секс говорить мне 45 лет? Какой секс? Так вот, накоплю однажды более интимных вопросов, и мы сможем обсудить их в более интимной обстановке, например, за пивом. То есть, я буду пить пиво, когда мне доктор разрешит после вот этих последних моих серий уколов. А я отвечаю на ваши вопросы. Пишите, шлите донат, благодарите нас. У нас правда есть за что поблагодарить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok